Сразу после экономического форума губернатор региона Константин Сумар провел ряд важных дипломатических встреч. Тематика их схожа между собой, однако цели и задачи все же разнятся. Экономические отношения Китайской Народной Республики и Брестской области выстраивались и будут выстраиваться дальше. Предприятия и производственные площадки Брестской области сегодня интересуют предпринимателей Китайской Народной Республики. Во время встречи губернатор региона Константин Сумар неоднократно подчеркивал, что производственные ресурсы Брещины могут конкурировать с остальными благодаря тому, что в области интенсивно проводится модернизация, которая помогает создавать более качественные товары, повышать уровень предоставляемых услуг, что позволяет делать жизнь населения региона более комфортной. Без модернизации, без наведения парад методовой дисциплины, без хорошего отношения всех в чиновнику всех стран, и возможно сделать все то, что бы устраивало нас. Поэтому мы в этом направлении работаем. Мы еще раз хотим, во-первых, сверить, насколько мы правильно делаем, во-вторых, насколько мы отстаем, потому что, конечно же, хотелось бы сделать намного больше, чем сейчас мы имеем на этом предприятии. И вот в этом направлении как раз мы будем действовать. Кроме того, накануне руководитель области встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. На повестке дня стояли также вопросы активного взаимодействия двух регионов. Несмотря на огромное расстояние, которое разделяет Ямало-Ненецкий автономный округ и Брестскую область, регионы могут активно сотрудничать в транспортной, строительной и жилищно-коммунальной отраслях, а также в сфере производственной кооперации, науки, образования, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства. Особенно это касается развития инфраструктуры на селе, в осуществлении которой оба региона достигли довольно высоких показателей. Руководители Ямало-Ненецкого автономного округа приятно удивило политикой государства в спортивной сфере, ведь именно за молодыми людьми будущее любого региона. Мы, видимо, заметили, будучи в Чернавчицах или проезжающих, что нужно много работать над наведением в наших селах, в Ага-Городках. И надо сказать, что президент когда-то 7 лет назад утвердил программу возрождения и развития села, мы ее называем просто на Ага-Городках. И огромные работы мы провели в плане наведения правок, какие были требования, чтобы в центральной деревне, в хозяйственном предприятии, было хорошее школа, детский садик, дом культуры, хорошие магазины. Мы посмотрели, конечно, на первые военные объекты, которые построены за последние годы. Видно, что огромное внимание и руководство сторонам определяет спорту. Это очень радует, потому что такой ингредиентативный эффект себя это имеет. Молодой жильщик за нас и ребята крепкие. Такого рода встречи помогают налаживать тесные партнерские отношения в сфере экономики государств, что позволяет странам выводить свои производства и сферу оказания услуг на новый высококачественный уровень, что немаловажно для современных рыночных отношений.